В одном королевстве выросла и расцвела принцесса. Доблестные и богатые женихи съезжались со всех сторон с великолепными подарками в надежде завоевать внимание принцессы. Кто-то приносил в дар украшения золота, кто-то дарил земли и армии воинов. Среди кандидатов был бедный юноша, у которого из богатств были только его любовь и настойчивость. Когда подошла его очередь говорить, он сказал «Принцесса, я любил тебя всю жизнь. Так как я обеден и не имею богатств, я готов принести в жертву доказательства своей любви. Сто дней я просижу под твоим окном без еды и питья, кроме того, которое даст мне дождь, и в одежде, которая сейчас на мне. Это будет моим подарком. Принцесса, тронутая словами юноша, согласилась. Я дам тебе шанс. Если выдержишь то, что пообещал, возьмешь меня в жены. Начался отчет времени. Проходили часы, дни, недели. Юноша сидел под дворцовыми окнами, выдерживая испытания солнцем, ветром, снегом, ледяными ночами устремив взор на балкон своей любимой, исполняя обещанное. Иногда оконная занавесь приоткрывалась и на балконе показывалась принцесса. Все шло хорошо. Многие заключали пари, а некоторые оптимисты готовились к празднествам. Когда наступил 99-й день, жители царства вышли поддержать своего будущего правителя. Все радовались и плясали. Но когда оставался один час до истечения срока, юноша под удивленными взглядами смотрителей и принцессы встал и без объяснений удалился с места, где провел 99 дней и 23 часа. Он ушел. Спустя несколько дней пути его догнал один мальчуган и спросил у юноши, что с тобой случилось? Ты же был в одном шаге от достижения цели. Почему ты потерял этот шанс? Почему ты ушел? Скрывая волнение и слезы, бедный юноша тихо ответил, принцесса не сократила мне ни одного дня, даже ни одного часа страданий. Она смотрела, как я мучаюсь и ничем не облегчила моей участии. Да и зачем мне жена, которая к тому же не любит меня? А стоит ли нашей любви тот, кто равнодушен к нам? Субтитры сделал DimaTorzok